Потому что все мы с вами знаем, сколько стоит ремонт. Вот наши шлицы на угловом редукторе. Подвержены коррозии. Для того, чтобы снять, необходимо открутить шаревую, открутить стойку стабилизатора. Добрый день! Канал ONZAP. С вами Павел. И автомобиль Hyundai X35. Сегодня у нас в гостях. Приехал на ТО. И одна из самых главных работ, которые мы будем сегодня проводить, это профилактика проведения полного привода. Автомобиль полноприводный, к зиме готовимся. Поэтому необходимо посмотреть, посмотреть в каком состоянии, потому что все мы с вами знаем, сколько стоит ремонт. Автомобиль 2012 года, пробег 136 тысяч. Помимо рекомендованных каких-то работ, сегодня еще и как раз проведем профилактику. Осмотрим шлицевое соединение, посмотрим, как это все выглядит на таком пробеге. В общем, вперед, поехали! Народ, всем привет! С вами компания ONZAP. Меня зовут Дмитрий. И сегодня у нас будет такая процедура, как профилактика полного привода. Автомобиль у нас Hyundai X35. Вот. И данные автомобили полноприводные, ну такие еще как Спортаж, Сантафе, они требуют профилактических работ с полным приводом. Что для этого нужно? Для этого необходимо снять раздаточную коробку, и другого редуктора еще его называют. Будем вычищать шлицы, то есть вымывать, вычищать и смазывать. Сейчас поднимем автомобиль, детально расскажу, что конкретно нужно делать. и по ходу буду рассказывать какие-то нюансы, подробности. Поехали наверх. Автомобиль мы подняли, сняли уже защиты. Далее, что нам требуется? Вот он сам угловой редуктор, который мы будем снимать. Для того, чтобы снять, необходимо открутить шаевую, открутить стойку стабилизатора. Вот. Далее, снимаем привод, вот эту часть. Здесь он просто сбивается. Далее, откручиваем промежуточный вал, там два болта сверху. Далее, начинаем откручивать уже сам угловой редуктор. Здесь ниже три болта, здесь два, здесь один, и сверху два болта. Откручиваем и снимаем. Соответственно, колесо необходимо снять. Открутили болт, теперь легким постукиванием можно стучать по рычагу и отдавливать его вниз. Также бывает еще откручивают эти болты, гайки, и снимают шару именно от рычага. В данном случае мне удобнее так. Так, теперь снимаем, отточиваем стойку стабилизатора. Далее сбиваем привод с промежуточного вала. Данные штыки тоже нужно смазывать периодически. Здесь и здесь. Особенно вот эти штыки. Эти штыки бывает тоже обрезают, и тогда машина вообще перестает ехать. Она начинает раскальзывать, расстакивать, и, соответственно, машина уже никуда не едет. Далее, снимаем промежуточный вал. Ура! 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 Для тех, кто проживает в немосковском регионе и не имеет возможности привезти к нам свой автомобильно-профессиональный ремонт двигателя, можете прислать транспортной компании снятый силовой агрегат. Вы оплачиваете доставку до Москвы, а мы отправляем вам отремонтированный двигатель за свой счет. Двигатель к отправке готов. Также мы пришлем полный видеообзор дефектовки и ремонта вашего двигателя. Данное сочетание соединение тоже бывает подвержено коррозии, и редко, но бывает, что вот эти штыки входят в сателлит. И бывает, что они прикипают намертво, то этот вал очень проблематично достать. Бывает, доходит до того, что приходится его вот так спиливать, чтобы снять угловые редукты. В данном случае нам повезло. Откручиваем балансир. Проверить вообще работоспособность полного привода, то есть состояние шлицов, можно по люфту кардана. Здесь люфт есть уже, но еще не сильно большой. Обычно, когда уже шлицы почти съедены, здесь люфт больше. Но если кардан вообще легко крутится, значит они уже все там срезаны. Вкручиваем болты крепления углового редуктора. Вот наши шлицы на угловом редукторе. Здесь они в хорошем состоянии по-видимому здесь когда-то делали. Но основная проблема с этими шлицами. не знаю, когда-то смазывали, но давно. Потому что смазку вымыло. Вот это колечко мы теряем, потом на место вот сюда. Иначе вся влага у нас будет попадать отсюда. как раз как-то шлицовое соединение. Все, теперь вымываем это все, вычищаем, смазываем и собираем в обратной последовательности. Теперь будем смазывать все эти наши детали. ну любая смазка в принципе металл или любая пластичная смазка. И смазываем сами шлицовки сильно большим слоем тоже не нужно смазать прям набивать все было. Ну где-то раз в год как раз перед зимой осенью, то есть перед зимой. Теперь собираем все это в обратной последовательности. Болты кстати тоже можно мазать, чтобы потом они легче откручивались. все парфилактику мы закончили. у нас еще остались некоторые работы по автомобилю, такие как замена масла, фильтров, колодок трамвозных и так далее. ну по данной работе у нас все подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждем нас в нашем сервисе на обслуживание. До свидания. субтитры